Она существует. У меня один раз это я делала... Че делала? А, педикюр Шурику мы делали, да? Шурик, короче, делаем педикюр. Да. Никто не верит, что это его ноги. Это не могут быть его ноги. Просто они мне с пеной уже тогда доказывали, что это не его ноги. Пришлось показывать, что он существует. Так, это че у нас? Шестерка. Она нужна. Так, она нужна. Синяк. Так. Сейчас. Так, маникюр певицы Саши, часть 1, сохранилась. Сохранилась? Только прижди Саша Градзива. Да, Саша Градзива. Мы сейчас это перенапишем. По-русски написали Саша, по-английски написали Саша Градзива. Миша еще добавит все теги на ваш YouTube, в Instagram, чтобы все перешли и все посмотрели. Все перейдут. Теперь мы, вот, ты на карточке раскладываешься, мы опять в эфире. Отлично. Все заработано. Отлично. У нас уже подбор пошел. Да, так осталось, я ничего. То есть, и они сверху просто красятся, да? Они прям сделаны уже из геля. То есть, это не пластик, как раньше мы клеили на суперклей типсы пластиковые. Их нужно как бы вот прям такого цвета и оставить, да? Да, можно. Хочется. Можно, если очень хочется. Нам лучше телесного. Мы сделаем покрытие в любом случае. Там в один слой пройтись, это недолго. А дизайн? Самый красивый. Ну, дизайн, естественно. Я хочу что-то такое, не знаю, переливающееся, но необычное. У меня все есть. Все будет хорошо. Как-то делают такие опаловые, но они как-то переливаются так очень волшебно. Я уже немножко придумала, как у нас это будет. Я пофантазировала заранее. Так, одинечку сюда. То есть, они с гелем становятся как бы одним целым? Да, да. Я сейчас покажу, как это. То есть, они располагаются под лампой? Нет, нет. Примеризуются. Сейчас вы увидите. Сейчас я покажу. Ты малышку будешь делать? Да, я сейчас поставлю ее. Все, скажу. Ну, система, конечно, огонь. Мы когда заказывали из Америки, мы думали, ну, блин, что-то банальное. Причем это же все долго едет еще. Да. С нашей почты России это особенно. Я сейчас еще буду просто с этой доставкой. Но зато, когда приехали, мы поняли, что это не зря. Да, я сейчас еще... То есть, реально убыстряет на 2 часа? Сколько? Да, вообще... Ну, тут 10 минут делов, на самом деле. Ты дольше вот это все подготавливаешь, да? Вот нам все нужно. Это время, это прям... Это все. Я, короче, когда первый раз увидела, я такая, фу, какая-то фигня. Вот, я же говорю, это малышка, это просто, но в комплекте. Это все, оно все работает. Все нормально. Вот, они, видимо, из-за вот как раз-таки вот этой лени и каких-то, может быть, отсутствия каких-то навыков, потому что смоделировать, ноготь выстроить, архитектуру и так далее, это не так-то просто, да? То есть, там, ты подставляешь форму, выкладываешь гель, пилишь его, да, потом 3 дня этот гель. Ну, все, наверное, знают эту историю. А здесь, получается, сразу, на самом деле, она вот выглядит тонко, но там архитектура заложена. То есть, они уже по умолчанию носибельные, эти ногти. Вот, и я стала смотреть, я нашла там этот их американский, этот, инстаграм, у них там есть какие-то мастер-классы, я пересмотрела все их мастер-классы, как они это делают, думаю, ну, странно, думаю, ладно. Но мне так хотелось попробовать, и я вот заказала посылку, там все, что у них было на сайте. То есть, в салоне в Казани вот так вот делают ногти? Нет, конечно, нет. Мы не работаем в этой технике, в ней работаю только я. Потому что нет возможности организовать регулярную поставку, в принципе, не получается. Поэтому я сейчас, ну, веду переговоры с производителями, я жду, кто первый смекнет это мне сделать, потому что это будет продаваться. Ну, куда легче, ну, все, ну, надо быть просто вообще идиотом, чтобы не смочь что-то сделать. И они все получаются ровные, красивые, то есть никаких проблем вот с этими. Это круто. Это круто, это быстро. То есть, я вот сейчас их специально заранее опиливаю возле кутику, чтобы там не было отслоек. Изнутри я нанесу специальный гель. Ну, на самом деле, там ацетом составе, он просто подрастворит эту типсу изнутри, что обеспечит нам дополнительную сцепку с ногтем. И все. Сейчас покажу, вы прям обалдете, насколько это раз, и получается. Ну, а как бы гель туда накладывается еще? Да, кладется на гель на ногость, так, хоп, и прислоняется, и полимеризуется этой лампочкой. Нет, а сам у меня там, смотрим, как упрямую. А я, да, я положу, я положу гель туда специальный. И все это сделаю одновременно. Ну, там, на самом деле, все очень просто. То есть, видимо, кто-то там, у них в Америке сказал. Можно же два часа реально прям сделать ногтем. Да, конечно, можно. Потому что вот все классно на ногтях. Я обожаю гель-мель. Я очень люблю гель-мель. Но... Решу, и все разобрались, мы в эфире. Ты скинул Леня? Все, Леня скинул, да. Только вы к этому укажите мой русский инстаграм, потому что я им сейчас хочу. Саш, мы любой можем указать. Все, что хотите, я вам все укажу. Разбивать, да. Давайте я прямо сейчас его найду и нашу. А у меня ссылка в шапке профилей есть. Да, они у меня как бы... О, а почему 13? Мужбимая... У меня просто тоже 13, это прям вот... У меня тоже телефон, есть цифрка 13. Блично. Да, а как он? У меня один телефон. Все, сейчас чуть-чуть осталось. А, вот этот. Все, проферно. А вы не поете у себя в инстаграме? Ну, типа там какие-нибудь челленджи там, ничего такого. Просто интересно. Да, да, надо этим заниматься. Ну, я что-то как-то... Есть один парень, помнишь, я все слушаю, он начинает петь, а они как бы дуэтом поют. Один парень, ну, у него такой явный английский акцент, и он начинает задаю тон, и они в два голоса начинают петь. То есть он свою вот эту часть партии, и кто-то подключается, и дуэт с ним записывают. И эти видосы вообще разлетаются только так. Так, то есть вам нужно с ним дуэт записать. Ну, такой рыженький, я не знаю, как его зовут, я на него все время в реках попадаю. Ну, он американец, англазичный. А, нет, он англичанин, по-моему. Ну, он такой прям у него типичный британский акцент. Интересный товарищ, и прям вообще его видосы залетают только так. Ну, сейчас же любят все очень. Интерактивно. Да, ну, когда поют, особенно все любят. Так, сейчас мы обижим. Что-то мне покажем, мне интересно. Я обязательно найду в инстаграм скину, раз вы там читаете, я вам туда все скину. Такие мелодии, ну, там типа Битлс выбирает. Ну, что-то такое, что прям за душу берет, что-то любимое, родное такое. Дальше мы наносим прамер. Это для сцепки. Сушить его не нужно, он сохнет на воздухе. Так, пока ничего руками не трогаем. Я беру вот эту. А мы опять что-то слетели с главной нитки повествования. А, так мы уже забыли, о чем мы тут разговариваем уже давно. Тур по Америке, а потом два года до сплошной туры. Почему вы решили вернуться в Россию? Или вы еще туда-сюда, вот как бы нестабильно? Ну, я больше сейчас времени уже в России провожу. Больше времени. Да, потому что я хотела, чтобы дочка говорила по-русски. А, да. Когда я была пять. Да, она сейчас отказывается говорить по-английски, только по-русски хочет. Да? Да. У нее любовь, да, к российскому? Ну, она привыкла, то есть я, как бы, то, что она получила, скажем так, я с ней только по-русски говорю. А сейчас я наоборот думаю, так, не нужно больше говорить на английский, потому что уже русский она хорошо знает. Но она уже вот не хочет, то есть она сопротивляется. Мама говорит, мама, не хочу помочь. То есть она думает на русском? Да, вот мне интересно, абсолютно. Думает на русском. Дело в том, что дети вообще очень быстро схватывают. Мои все друзья, даже те, с кем они переехали, допустим, с детьми, там, пять, шесть, семь, восемь лет, то есть это явно русскоговорящие дети, и через год они начинают по-русски говорить с акцентом. Ого. Да. Я так понимаю, что моя дочь со мной говорила с акцентом. Слышно спитывает. Но они попадают, я так думаю, что начиная, наверное, со школы, для них вот, как бы, друзья становятся таким основным, я не знаю, каким-то, ну, может, не приоритетом, но... Ну, социум какой-то. Социум, да, их. И они впитывают очень быстро. Причем, я смотрю, у меня те друзья, которые не настаивают на русском языке, у них прям дети на глазах теряют язык. То есть как вот ребенок, который говорит по-русски, всем надо же говорить нормально? Да. Всю ручку в лампу вот эту. Начинают с акцентом говорить. У меня есть пример с тетей. У моей мамы есть две старшие сестры, и вот одна из них уехала в Сербию. То есть вышла замуж за серба, и она иногда, когда с мамой по скайпу общается, она просто забыла русские слова. Она ей говорит что-то на сербском, и она такая, как это у вас там на русском? И она уже не помнит это слово, все, она уже ушла в тот социум, даже в взрослых людей. Не, ну у взрослых все равно, они уже, скажем так, нет, у меня никогда не было, чтобы я, я могу там подзабыть какое-то слово, но чтобы я начала там с акцентом таким прям вот, да. Ну потому что у взрослых уже стабилизировался, а дети-то они же постоянно в развитии? Да, там, какая-то, да, в эти связи, да. А у взрослых, в принципе, там, в зависимости от каких-то персональных данных, человек может лучше, хуже начать говорить на другом языке, но уже на своем не станет говорить вот так вот. А эти дети, вот они, они прям с таким жирным-жирным акцентом. Ну хотя нет, у меня вот Нина, помнишь, она в Америку или уехала, тоже девочка, выучилась она в школе, она говорит уже с акцентом, но она живет в Америке вот сколько там, уже лет, по-моему, 15 или 16. Практически оттуда не вредай, она редко бывает очень в России, все ручку сушим, она вот прям такая-то, она, у него акцент. Так что, я база так мало взял, вот ее моя. Что я за мастер такой? О, мастер. Ну ладно. Короче. Начнем с мизинчиком. А система образования там совершенно другая? Или так же садик? Просто градация немножко. Сады, преску, да, это все называется. А как преску? Преску, ну, до школы. Ага, преску. Ну мне там сады, вот чисто американские, они жуткие вообще. В чем жуткость, я вот хотела бы знать? Начиная с того, что они, ну там, тоже элементарно спят в обуви, и у них нет никаких кровати. В обуви? В обуви. Почему? Это техника безопасности. Чем обусловлено? То есть, что вы соскачите побежать? А? Ну, тебя, да, да. Куда побежать? И же землетрясение, если что-то, да. Это техника безопасности, я не знаю. Блин, это же так не полезно ходить в обуви все время. А спят, на чем они матрасики там стелят в игровой, все, то есть, там, постельное белье, вот это все вообще, даже пижамки, вообще нет. Ой, я смотрела, какой-то девочке, тоже она блогер, обзор на американские квартиры, она там живет, она рассказала, что в Америке нет такого понятия, как пододеяльник. То есть, они стелят простынь, какой-то специальный на нее одеяло. Это правда или нет? Или это, может быть, какие-то местечковые нюансы? Нет, в основном нет, но нет, почему они duvet, cover, если ты говоришь cover, как оболочек. Это можно найти пододеяльники, но это реже, да, сначала. Реже, да, чем, наверное, прикол. Есть такая история. А что там по питанию? Вот мне интересно, правда, да, что там только вот фастфуд один, или там нет нормальной еды? Смотря где. В Лос-Анджелесе наоборот все помешаны на здоровом питании. Там миллион каких-то кафешек с едой, там сыропитание, соки и так далее. Вот даже, я бы сказала, через чур этого много. Да? Ну, опять же, ты не американский. Нет, там всего много, всего. Можно, все что угодно можно найти. Любую кухню, и азиатскую, и кузинскую. Абсолютно, абсолютно. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе точно. Да? Все, что хочешь. Не надо там щелок сушить. Не, все, мы готовы. Делайте это. И потом в чисто американских садах нет. То есть они, у них нет такой понятия, суп, там, каша. Это, это, но это вот такие будут какие-то бутербродики, какие-то закусочки. Качки, панечки, суп? Я там водила в русский сад. О, слава богу, такое есть. Да, русский. И, соответственно, они там уже снимали, о, слава богу. Там какая-то, да, грузинская женщина готовила суп, то есть, ну, нормальное питание было. Ну, это единственное, почему я, как бы, в русский сад ее отвела. Потому что все остальное там было жутко тоже. Я не знаю, притом, что у них вроде как все строго же. Русских там много? Да. Да. То есть в компании найти не составит проблемы? Абсолютно. А что там делают русские? Что, живут, что они там делают? Мошенничают. Мошенничают? Ну, если честно, это, как бы, наверное, отчасти еще у американцев такое отношение к русским, потому что это правда. Те, кто приезжает туда, ну, точно не занимаются там какие-то, ну, единицы занимаются там честным бизнесом, единицы там реально, скажем так, приезжают, предлагают что-то новое, то, что им там действительно нужно. Большинство живет и, там, не знаю, страховки, какие-то там что-то, ну, просто, ну, мошенники. Слушаем ручку. Прямо это вот, да. Ну, поэтому про русских так думают все. Поэтому так и думают, именно потому что... Что вообще русские там какие-то конченые люди и так далее. Вот я, допустим... Ой, ладно, а мы думаем, что американцы тупые. Ну, вспомни задорную, ну, тупые. Вот он уже любил вот эту тему, ну, заливать про америкосов. Ну, это тоже же, видимо, ну, какие-то отдельные люди. Да, да. Он там набрал себя. Я вообще не сказала, что они абсолютно не тупые. Они, может, немножко, в основном своей массе, там, народ просто немножко наивные, но это не тупость. Это просто, ну, как бы, их там, у них там не было таких кризисов, как у нас. У них так, там, не отнимали ничего, как у нас. Ну, как бы, это элементарно из-за... Да, они там более доверчивые. То есть, как-то так. Пальчики чуть-чуть расслабляем. Именно поэтому русские приезжают туда, и очень, да, в определенный контингент. И мне там неплохо на них там. Тут я, допустим, еду в Лусанджич, такая, просто засмотрела в таком, и въезжаю на светофоре. В переди стоящую машину, ну, просто в багажник. Ну, то есть, там даже багажник не помялся. Ну, то есть, вот, ну, коснулся. Выходит, женщины начинают по-русски орать. Я тут же понимаю, что сейчас начнется полный спектр. У меня болит голова, помогите. У меня это... Голова? Да. А, типа, она пострадавшая, ей нужна компенсация? Говорю, опять же, уровень того вот, ну, то есть, я просто ее так подтолкнула на светофоре. Ну, просто вот она, я... Максимум, она печенькой могла подавиться. Повернулась, начинала нажать на газ, а это еще и, как бы, она еще не тронулась. Ну, вот такое. Она сразу выходит. Мне нужно скоро вызовите меня. Боже, он мне тошнит. При этом я такая... И при этом она начинает бегать вокруг машины, осматривать свою машину. Вдруг там что-то еще. Надо было ей сразу на русском ответить, слышь ты. Нет, я сразу начала снимать, то есть, чтобы она сейчас, когда придет скорость, чтобы она не упала, не сказала, что у нее перелом шеи, и там, она умрет через пять минут. Ну, и все. То есть, я выхожу спокойно, сняла, как она вот так бегала, 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 ухала, то есть, она так активно кричала, и при этом она очень здраво, очень хорошо бегала на ногах. Для человека с отрясением мозга она слишком, да, активно? Она сразу, да, стала требовать скорую помощь и так далее. Я такая выхожу, говорю, вы уверены, что вы вот так себя плохо чувствуете, говорите? Она поняла, что я русская. Говорит, да, конечно, у меня все это. Я сейчас мужу позвоню, меня нужно госпитализировать. Я говорю, вы уверены, что госпитализировать нужно? Он говорит, в принципе, вы очень неплохо сейчас, ну, как бы бегали. Я сняла это на телефон. Ну, давай понять, что... Ну, как бы, да, сейчас я, там, если у меня перелом черепа, ей, скажем так, она не сможет там бесконечно говорить, что, типа, у меня там все плохо. Вот. Ну, и в итоге все, мы просто... Она поняла, что, как бы, я... Каши не сваришь, да? Да, со мной каши не сваришь, и там, что-то я заплатила за царапину, ну, на бампере, и все, мы разъехались. Потому что я сразу сказала, да, давайте вызывать полицию. Ну, да, давайте все. Я говорю, все, я вызываю полицию? Он такая, ну... Ну, значит, они этим промышляют просто. Сплошь и рядом. Возможно, да. Да, у нас такое не прокатит. Ваш, ну, такой фиг мне не купишь. Сколько раз, ну, такой был, и авария. Всем пофиг, вообще даже если что-нибудь отвалилось. Ну, вот оттуда и есть это мнение про русских, что мы там вообще не знаю какие. Но это же тоже не все. Какие-то особо изобретательные суши. Я смотрел недавно, в ТикТоке показывал сейчас американский стендап, и там очень хвалят русских рабочих, которые приезжают, именно вот в ручные профессии, то есть строители, сантехники, капельщики, кровельщики, ремесленники. Да, ремесленники. Они, во-первых, берут в 3-4 раза дешевле, чем американские фаналлы. Ну, такого уже нет. Нет? Нет. Так же берут? Они сейчас... Мне, допустим, делают... Ну, по крайней мере, по качеству, они говорят, вот если делали русские, то точно будет качественно. Смотрите. Кровочки там. У меня, скажем так, мой ремонт в доме делал русский. То есть, ну как, он сам родился в... Его папа русский, то есть это их семейный бизнес. Действительно, они очень хорошо всё сделали, качественно соображают, там, ну, нормально. Но был и другой, допустим, там, электрик, которого, я не знаю, угораздил меня нанять. Он лицензию там как-то... Ну, короче, взял, мне сказал, что лицензия другого. Лицензия у электрика тоже должна быть? У электрика в первую очередь. Он, при этом он оказался там каким-то алкоголиком-наркоманом, который в итоге, да. И он соединил меня в джакузи таким образом, что... Мне приходит там американец, говорит, кто это сделал, говорит, вообще, говорит, если бы вы воспользовались этой джакузи, говорит, без жертв бы не обошлось. Настолько? А что там будет? Ну, я не знаю, что как-то... Я видел, видимо, фазу там на корпус и что-то такое страшное. Ну, ну да, совсем всё. Он там нужна помощь, прислоняй, пожалуйста, вам прямо сейчас вот эту лампу сюда. Прислоняю. Держать? Да, держи. Держу. Я засветил в прямом эфире. Выходи. Расслабляем. Расслабляем. Вот, хорошо. Потом мы терёмся чуть-чуть. Расслабляем. Ну что, он тут, получается, переделал вашу джакузи? Да. Всё нормально сейчас? Да. Да. А вы не искали того чувака, который это сделал? Ну, смысл... Я думаю, не искал даже. Ну, смысл какой? Что мне его наказать там, да? То есть, мы там сделали этот репорт в то, что этот человек пользуется лицедии не своей. И всё. Нет, ну я не знаю, элементарно хотя бы... Вот при том, что там вроде за всем следят, вариантов обойти закон, смошенничать, там такое количество, что... Ну, а что по поводу налогов? Ну, типа, то, что там много приходится отдавать. Если у тебя официальный бизнес, это реальный там, как бы, заработок, то, да, придётся много налогов им давать. И они действительно так живут или тоже обходят? Ну, вот сами американцы... Ну, там есть такое понятие, как бы... Ну, вот, допустим, у тебя ногтевой салон. Угу. И ты можешь на бизнес записывать, там, не только непосредственно материалы, да, там, то, что ты купила для ногтей. Угу. Ты можешь сказать, там, типа, иногда я работаю дома, поэтому дома мне тоже нужно, там, купить шкаф красивый, картину красивую, чтобы там пришли клиенты. То есть ты можешь записывать какие-то траты, и там особо никто тебя не будет прижимать к стенке, говорить, что... Ну да, сейчас нужно быть на помощь. Подожди, подожди, подожди. То есть какие-то расходы можно списать на бизнес. И это сократит налоги. Ну, получается, да, по факту, как бы, им... Расходы в семью? А... Еда. То есть ты можешь сказать, да, у нас там кофе мы покупаем нашим клиентам. Ну, да, да. Ну, покупаем. Или, допустим, как у меня был дом. Я сказала, что на одном этаже я живу, а второй этаж у меня студия. Соответственно, все, что там, ну, есть. Большое пальчик. В том числе, там, страховка на дом, какие-то там уборщицы и так далее. То есть, как... Вот я это записываю на бизнес. У меня такой бизнес. Мне нужен такой. И тебя никто там не будет особо... Типа куда-то много, да? Нет. Говорят, если начинает... Кому-то докопаются, то они могут копать и там... Но, опять же, сушить. Сушить. Это у меня в шоу-бизнесе. А мне сказать, косметолог мне нужен для моей работы. Вот в чем, ну, как бы, скажем так, какой-то здравый. Да, там, большие налоги, но у тебя есть возможность столько всего записывать на расходы, что по большому счету их официально. Просто сокращаешь и говоришь, что это мои. Давай. В общем, грамотный юрист, где можешь помочь, да? Опять? Угу. Вот даже юрист особо не... Даже сюда пока нет. Так, лампу не нужна. Подожди пока. Так. Три, два, один. Суши. 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 Ниже. Какая у вас команда вообще. Большие пальцы очень сложные в этой технике. Прям вообще неудобно. Ты расскажи, как ты в тот раз с помощью этой лампы спаслась. Да. Я поехала, короче, к Авелине Блёданс. К ней я приезжаю домой. И мы ей делаем и маникюр, и педикюр. И я такая приехала. Мы с ней все сняли. Все классно. Сидим. Привет. В беседке делаем. Все круто. Я понимаю, что я лампу не взяла. Вот эту, которую сушат. То есть мы ей сняли. У нее голые ногти, обработанные. Все. Надо покрывать. А лампы у меня просто нет. И я понимаю, что я взяла вот эту малышку. И вот этой малышкой я ей сделала и маникюр, и педикюр. Потому что у меня просто был шок. Я думаю, боже мой, где сейчас искать. А мы за городом. Она живет. Ну там за МКАД вообще далеко. Все вот эту ручку сушим. И она вот меня спасла. Несмотря на ее скромные размеры. Ну она же у нас просто такая фиксационная. Сколько уберем от этой длины? Красиво, конечно, длинное. Ну красиво. Они сломаться не сломаются. Просто может быть в эксплуатации неудобно. А такого не бывает, что здесь такой зазор остается? Потому что получается же они более выпуклые, чем мои. Зазор не будет там гель. Я же мажу типсу гелем. Мы сейчас изнутри еще гелем это до выровняем. Ну током это просто промазывать. Там ничего не будет. Просто я имею ввиду вот по длине. Ну, наверное, хотя бы столько. Половинку, да, оттяпать? Ну нет, это не половинка, это... Четвертенька. Одна треть. Это одна треть. Треть. Сейчас уберем. Хотя, конечно. Красиво, да. Ну длина такая, форма очень хорошая. И у них в чем еще прикол, что эта форма изначально, она уже готовая. Форма называется кофе, она... Если умеете, вы еще раз носите все такое. Ну, с четвертым. Если умеете носить, то можно оставить. Нет, я ходила за длинными. Я просто знаю, что такое поездка. Чуть пальчики расслабляем. Потом мы там переезжать будем. У нас самое страшное, когда девочкам-администраторам берет скидывают 13-летние девочки свои ногти. Выдранные ногти. Я нарастила. В августе. Пошла в школу. У него был вот такой. И вот, мечом ее туда зарядили, у нее как бы нокость вывернулся наружу, а они приходят с этим к нам. Вот столько. Хватит или еще убрать? Ну, можно... Только мы покруглее можем сделать. Это понятно, я просто покажу. Потому что вот эти уголочки, то есть, когда он такой острый, и на самом деле удобнее. А мы в овал можем уйти спокойно, если можно. Еще чуть-чуть. Ну, капельку, да. Миллиметр, да? Пальчики расслабляем. Вот. Я не просто прошу прослать, потому что, когда они расслаблены, я могу пальцы в любую сторону, и вот такого отстрела не будет. Отстреливать из-за неправильного угла захода фрижа. Пока длину только смотрим, форму не смотрим. Нормально. Нормально. Все. Отставляем. А, я же не спросил, самое главное. Что? Американская аудитория, для американской аудитории были отдельные записанные альбомы на альбомы, на альбомы, правильно? Да. То есть? Сейчас мы и снова будем делать, скоро будем выпускать, записывать, выпускать на английском языке. Но уже на любой аудитории, сейчас уже нет такой разницы. Сейчас в России можно выпускать на английском языке. Так и раньше, по-моему, тогда было? Нет, нет. А есть ли русскоязычные песни для русскоязычной аудитории, которые в Америке, или тоже нет? Ну, допустим, кто вас знает? Нет. Я практически ни разу не выступала там для русскоязычной аудитории. Не знаю, как ты меня вот так случилось. Один раз я выступала в... Но там, что в основном в Нью-Йорке, прямо если потребители, скажем, русской, прям русской, русской музыки. Брайтон, Вич. Я там ни разу не выступала. Ну, как-то я не особо вот... То есть просто на ногу... Там какие-то русские вечеринки делают, но они все равно уже такие, как... Не то, чтобы прям на русской аудитории. Я в семье выступала на русских... Русский организатор в Нью-Йорке, но все равно у него англоязычная публика уже. Там есть те качества, которые там... Ну, условно русские там... Они как-то говорят по-русски, но уже так... В миндальку? Да. Чуть подпилим. Ну, тут вообще будет очень носибельно. Передают привет в Трассе и Самара из Ульяновска. Пальчики чуть-чуть расслабляем. Да, разносторонняя аудитория. Самое прикольное, это когда нас смотрят из, ну, каких-то далеких уголков. Там, допустим, Токио, или, наоборот, там, Аляска, Германия, Европа. Мы вчера выходили во сколько? О, класс. Такой, да, примерно? Вечером было, да? Часов шесть. Смотрите, такой крутой ноготочек. Да, он сразу имеет архитектуру вообще никаких проблем. А, это вот здесь у нас, да? Да, там... Я здесь лучше, что ты метаешь. Видно. Тут эфир же. Эфир-то, да, он всё-таки... То есть там вид сверху просто, как я работаю. Это круто. Вот я говорю, когда уже это? Где эти люди, которые мне сделают эти типсы? Мы, кстати, узнали, на каком заводе эти американцы в Китае эти типсы делают, если что. То есть они, в итоге, китайские. Они нифига не американские. Китай вообще всё делает. Да. Вот, красавчик. Есть качественный Китай, есть некачественный Китай. Господи, Антон, айфоны в Китай собирать? Что ж там? Да. Просто у них хороший завод. Угу. Выдыхаем, пальчики расслабляем. Поэтому китайцы и первые знают, какой нужен чехольчик на новый айфон делать. Да, мне с тобой интересно. Айфон выходит, а на Алиэкспресс чехол уже есть. Вот это как вообще? Никто не знает, какой будет айфон. Сколько миллиметров? Какие там дырочки? Какие камеры? Все уже, все знают. Да, они, конечно... Молодцы. Не знаю, может они как-то договариваются или воруют размеры или что? Ну, в смысле, они же там его сами делают, наверное, сливают. Ну, у них есть контракт, что там, допустим, за два месяца до выхода нового айфона. А как они все подделки делают? Они же... Я еще подозреваю, что вообще все сейчас делается в Китае. Может быть, здесь какие-то мастерские, допустим, итальянские, которые остались там как-то местечко. Да штучно, наверное, делают. Штучно делают. Я сомневаюсь, что все бренды делают в Италии. Где в Италии такое количество заводов? Да. Это просто не выгодно, они разорятся. Это, ну, не знаю... Ну, может быть, те, которые вручную... Там, гермес, наверное, вручную делают где-то в Италии. Хотя я тоже не исключу, что уже все в Китае делают. У нас же все устраивает. Может, пипы хавают, все хорошо? Пусть делают. Что теперь? Просто ценник, получается, на вот эти вот те же самые типсы, да? Когда их там нашлепали в Китае, там отвезли в Америку, там налепили эти этикетки и оттуда уже те отправили. Конечно, получается, в три дорогие они стоят, на самом деле, копейки, но покупаешь их задорого. То есть вот одна вот такая бутылка стоит 30 долларов. Угу. Таких бутылок надо много разных всяких. Ну, то есть вот эти вот жидкости там вспомогательные. А вот эта упаковка типс, она, блин, сколько-то мы считали... Блин, забыла я, сколько она стоит. Ну, короче, мы пересчитывали, достаточно дорого выходит. То есть для нас, для наших, для русских это вообще невозможно к заказу. То есть тогда стоимость маникюр будет космическая. Хотя это просто тупо типсы. Кто первый сообразит и сделает это для России, тот будет молодец. Угу. Ну, Китай так там ближе, мне кажется, можно просто все это... Единственное, что, наверное, если это, ну, в больших размерах, то у них наверняка это запатентовано как-нибудь. А, китайцы найдут, как обойти. Тоже у меня проблемы. Талантливые люди. Сделайте, вот раз у вас это, сделайте вообще какой-то русский вариант. Кстати, как вся косметика патентуется туда. Почему вообще косметика... Как мне объяснили, почему косметику там столько ингредиентов? Самое интересное, что там ингредиенты, которые там увлажняют кожу и так далее, они все известны, и, ну, там, какой-то набор кремов может покрыть практически все. Просто когда добавляешь капельку чего-то... Да, капельку масла чего-то, и у тебя уже новый рецепт, например. Патент, да. То же самое, вы можете свои типсы заказать, добавьте туда, я не знаю, что-нибудь. Ну, я просто не знаю, сейчас многие в нашей сфере занимаются производством, я что-то пока не готова к этому. Я же больше делаю там обзоры, у меня такой информационный канал, да, немножко, ну, другого плана просто вид деятельности. Девчонок, которые там что-то выпускают полно. Потом, если я выпускаю свой бренд, я автоматически лишаю себя возможности работать на каких-то других продуктах. То, что будет странно, если я не буду топить за свой бренд, а скажу, например, что вот у этих вот классные лаки, например. Зачем мне это? Почему? Угу. Хотя есть, кстати, в Лос-Анджелесе какой-то тоже русский салон. Угу. Она выпустила свои лаки. Да? Гель-лаки, да. Вроде они, ну, неплохие. Да. Ты сейчас все материалы хорошие, если честно. Ну, вот сколько я пробую, я пробую очень много. Прям, чтобы вот откровенное говно, это прям, ну, вот вообще редкость. Так или иначе, если ты владеешь техникой, у тебя все нормально будет. Ну, если ты в этой сфере достаточно давно и у тебя определенная репутация, чтобы ее не потерять, ты должен какой-то уровень качества держать. Ну, может, другой так уже... Улететь из рынка легко, а потом забраться обратно уже тебе не дадут. Угу. Мне-то интересно, сколько эти ногти простоят. На моих эластичных ногтях? Ну, вообще они очень хорошо стоят. Это я точно знаю. Ну, да, я же их сначала тестировала очень много и на себе, и на девчонках. У меня просто, я так понимаю, мне кто-то говорил, что у меня просто они как выделяют какой-то свой вот... Ну, влагу могут. Жир, влагу какую-то, да. Жир могут, да, выделять. И поэтому у меня будут держаться любые ногти. То есть отторгается изнутри, получается? Ну, типа того, да. Ну, и плюс сама эксплуатация рук. Вы же что-то делаете руками. Что она с ней делать? Вряд ли она в огороде копается. Ну, не копаясь, ну... Ну, какие-то готовые вопросы. Нет, я их могу там стукнуть. Если я куда-то тороплюсь, то... Не знаю, мне кажется, я не только ногти, но что угодно стукну. Тоже человек, да? Какая необходимость. Ну, я могу. У меня с этим нет проблем. То есть он стоит на пути? Да. Так, ногти мы делаем сегодня Саши Градива. И как правильно читается? Градива. Прям целиком, да, без паузы? Ну, Саша, имя, Градива, имя, фамилия. Ну, фамилия, да. Фамильё. Я вот сегодня узнала, что Анжелина Джоли – это двойное имя, а не фамилия. Да? Да. Да, если что. А фамилия у неё какая-то такая короткая, я её забыла уже. Информация не в тему. Не понимаю. Войт. Да, точно. Вот. У нас же дочка вот этого актёра, пожилого уже. Войт. То есть она Анжелина Джоли Войт. Угу. Ну, у них же двойные имена. У них отчеств нету. У нас есть двойные имена. Да, у меня дочки двойные. Серьезно? Да. И какие? Ума, Мишель. Ума, Мишель. А как называть её? Ума. Ума. Иногда, правда, она представляется Анфисой. Может проснуться Алисой. Она, походу, делала актрису, да, Алисой? Да, да, да. Мы ходим в актёрскую студию. А, ну всё понятно. У неё просто образы. Да, в сентябре мы пришли. И ко мне девушка подходит. Она же Ума, да? Сейчас я ума. Она Алисой представилась. Я говорю, ну сегодня Алиса. Вообще, на полной серьезе надо додуматься, да. То есть не просто там пошутить. Сейчас по студии, там, дети, да. Она такая Алиса. Она ещё меня любит, так иногда типа Сашей назвает. Причём при людях. Серьёзно? И это так странно смотрится, да. Дети, что с ней взять? Я говорю, не знаю, хотя бы Саша где-нибудь на таможне подумает, что... Она ещё на меня, ну, она такая смугленькая, она получается младочка. То есть, ну, как сказать... У неё, в смысле, папа тёмненький? Да. А, ну, значит, это метис она, да? Ну, младочка. Младочка, да. Ну, да. Думают, что это ребёнка украли. Когда она была маленькая, она ещё такая, то есть, своенравная. Вот если её там тянешь куда-то, вот она укрётся и всё, начинает кричать. Я помню, на улице. В Америке же вообще с этим беда. Я её беру, и она... Мама! И кричит, и вырывается, как будто её воруют. Мама! Мама! Кричит. На меня люди все смотрят, и такая, думаю, господи, боже мой. А с виду реально не похоже. Ну, как будто чужая странная женщина ворует ребёнка. Да. То есть, там правда, да, что в Америке вообще с этим делом? То есть, дети могут на родителей там заявку какую-нибудь накатать? Да. Как родители с этим живут? Если честно, не знаю. Понимаю, становится старше и не понимаю. Я, конечно, понимаю. Ну, то есть, нет, я слушаю там психологов, которые, вот говорите с детьми. Дети тоже разные бывают. Ну, нет, ведь тоже нужно говорить детям, разве это не так? Ну, то есть, как бы, вот, что-то разрешать, а что-то нет. То есть, ну, нельзя же всё на. Будешь всё на, и потом что вырастет так-то. У старых людей здесь не понимают, нет. Я не знаю, у кого-то, может, какие-то супер послушные. У меня. Да? Да, мои дети ни разу не устраивали истерику. Вообще никогда в жизни. Ну, вот это вот, купи там, или да, вот такого нет. То есть, я просто с самого рождения говорила, что это нельзя, это можно. И вот у них реакция на нельзя и на нет вообще абсолютно ровная. Ну, и на можно тоже так. То есть, это абсолютно ровные дети. То есть, ну, нет вообще никаких таких эмоциональных припадков. Вот этого всего. Я, потому что, однажды, видела, как в торговом центре, ребёнок кричит, там, просит маму что-то купить, ну, типа, в детский мир, там, или что-то такое. И вот он прямо на полу, вот эта вот истерика. Я тогда посмотрела, думаю, нет, я своих детей, вот, я убьюсь, но я сделаю их другими. Потому что, ну, это ужасно. Ну, это тоже, я всё-таки считаю, что дети тоже, они рождаются уже личностями. Возможно. То есть, у какой-то заложен уже, да, характер? Ну, думаю, да. Нет, конечно же, воспитание играет роль большую. Но у некоторых дети просто, слушай, ну, ты делаешь все то же самое в одной семье. Вот этот ребёнок такой, другой такой. Тоже верно. Нет, ну, у нас тоже они разные по характеру. Ну, они по возрасту, конечно, отличаются. Но вот именно в плане вот нельзя. Я прям поставила всю задачу, и я этим занималась очень конкретно. Ну, потому что человек должен уметь воспринимать отказ адекватно. Ну, вот как бы, ну, это нормально. Не может быть всё на сто процентов можно, и не может быть всё на сто процентов хорошо. То есть, в мире соотношение 70 на 30, да, добра и зла, плюс и минус, как минимум, должно быть. А в идеале 50 на 50. И просто, если что-то нельзя, то есть, там, вот сейчас это нельзя, ну, можно будет, там, тогда-то, или это нельзя потому-то, потому-то. То есть, я просто объясняла. А проблема современных родителей только в том, что, ой, ладно, только не ори, на тебе твою конфетку. Ой, только не ори, на тебе сиди в телефон. Ну, что ты выражала, то есть, он тебе так мешает, вот. Я в салоне очень много наблюдала такие вот моменты, когда мама приходит с ребёнком, садится на маникюр, и он там всё, он там умер в этом телефоне вот так вот, практически там какие-то игры-стрелялки. Да, да, да. И, конечно, тут телефон, он весь такой вот сутулый вот так вот, расползшийся по этому стулу. И ты понимаешь, что всё вот оно конченное, поделенное поколение, оно здесь. И когда он говорит, мама, мама, а там, ты не видишь, мама занята. Я думаю, ну, что ты, если он так не нужен, ну, не рожай его тогда, оставь его там где-нибудь. Ну, что ты его тащишь с собой? Ну, серьёзно, ребёнка просто жалко мне в такой ситуации. Я этого не понимаю. То есть, у меня в салоне вообще, ну, как бы, дети не приветствуются, на самом деле. И это не потому, что я не люблю детей, это потому, что я люблю детей. Потому что там пахнет вот этими всеми веществами, которыми мы пользуемся. Там небезопасно, там нет для них няни. Они там будут сидеть в телефоне и деградировать. То есть, ну, зачем туда... То есть, дети должны быть в специально отойдённых местах, обустроенных для этого. Ну, это моё мнение, я могу быть неправа. Кто-то там говорит, что, типа, это неправильно, у вас должна быть комната детская. А я считаю, что, ну, мамы должны отдыхать. Потому что я видела мам, которые приходят без детей. У меня клиентка одна была, у неё четверо детей. Четверо, понимаете? Ей пофиг, что делать, просто делать. Ну, чтобы просто этих детей не было. Она их очень любит, но иногда на два часа она хочет от них выйти. И когда рядом орёт какой-то другой ребёнок, а он по-любому задает звуки, у тебя срабатывает инстинкт. Потому что мы все мамы, и у нас всё равно там кто-то пискнул, визнул. То есть, ты реагируешь на это. И это вызывает у тебя какой-то, ну, вот стресс определенный. То есть, ты отвлекаешься. Мастер тоже, может быть, мама. Это все отвлекаются. Однажды была клиентка, которая работает воспитательницей в детском саду. И она очень хочет от детей отдыхать. И в итоге нашёлся какой-то мальчик, который её спалил, распочухал, присел на неё. И она его там развлекала, потому что она ждала своей записи. Она пришла пораньше отдохнуть. Отдохнула. То есть, и она так истинно говорит, Алёна, вы меня, конечно, извините. Ну, она такая очень интеллигентная женщина такая. Вот она прям вся вот божья дуванечка. Она говорит, ну, я просто ведь тоже хочу отдыхать. Ну, почему со мной так? Она даже как-то не жаловалась, а просто вот такая ситуация у неё возникла. А вам это зачем? То есть, какая-то мама пришла, кинул, значит, своего ребёнка. Тот быстренько сориентировался. Нашёл, кому присесть на уши, с кем повзаимодействовать. Мама, значит, сидит, отдыхает. А кто-то должен за неё с её ребёнком сидеть. Да, да, да. Я считаю, что это нечестно. Нечестно, абсолютно. А когда в самолёте мы летим, у меня даже ум очень общительная. И сначала всех вот прям это умоляет. Когда ребёнок подходит, начинает говорить. Ей там дают какие-то яблочки, конфетки. И с ним нужно так интересно. Самолёт взлетает. Первые два часа ещё там летит. А потом это становится похоже на такой, знаешь, Титаник, который постепенно такой затихает, затихает. Люди уже понимают, что она никуда не денется. Что её летит ещё там 10 часов. А лететь до Америки далеко? Я смотрю, такие люди, которые были очень такие... Шли на контакт. На контакт, такие отвернулись. Такие там сидят уже, девочка, отойди от нас. Вот. У меня даже где-то есть видео. Какая-то женщина. Ну, она моя знакомая, правда, была. Как бы и Ума её более-менее знала, но всё равно. Она такая, ой, я с ней поиграюсь, поиграюсь. Потом же такая, второй кадр. Она выпивает таблетку, чтобы поспать. Вот. И она Ума этого не понимает. Она такая, я поворачиваюсь. Эта девушка уже спит. И Ума села на неё верхом. Она такая, что-то ей калиткой заплетает косички. Та еле-еле вот такая. Да, это бедолага. А ей так нравится столько людей. Они никуда деться не могут. Они никуда не могут деться, как в фильмах звали. Никуда не денутся. Попались. Я говорю, от этого энтузиазма, так вот, знаешь, вот я называю это Титаником. Все такие, а какая девочка. Да, я с тобой поговорю. Через три часа уже все такие, пожалуйста. Она не спит в самолете, да? Нет, спит. То есть, ну как, до того, как она поспит, она может шесть часов, восемь часов там, да, потусить. Ну, зато вот человек, видите, какая актерская натура просто. Имена придумывает и общается. Не все дети такие коммуникабельные. У неё есть такая она, она очень коммуникабельная. Так, нам остался последний пальчик. Еще чуть-чуть. Что там, что-нибудь кто-нибудь пишет? Нет? Я что-то вообще по всеми прокомментирую. Да, пишут. Но мы сегодня же это, на технические вопросы сильно не отвечаем. А это такое количество людей, которые делают ногти, да? Ну, меня смотрят не только те, кто делают ногти. Все, просто очень разные люди смотрят. И иногда пишут там, я там мужчина, 38 лет. Я совершенно не занимаюсь маникюром, но я почему-то смотрю ваши видео, я залит. У меня еще очень много детей смотрят. Я включаю ваш канал с ковыряшками, ем и смотрю. Потрясаю. Что со мной не так? Ну, это есть же категория людей, которые любят смотреть, как прыщи выдавливают. Ну, в ютубе есть целые каналы, которые посвящены выдавливанию прыщей. Они, говорят, меня... Да, да, да. Они называются там типа релакс, как там они еще там... Да. Потому что это такая эксклюзивность какая-то. Может, это один канал на... Не-не-не, там этих каналов дофига. Это просто эффект быстрого результата. То есть, был прыщ, там его прокололи, выдавили, вот это все вылили. Ну да, вот тут такая реакция. А кто-то нифига как прикольно начинает рассматривать. Я тоже думаю. Я пролистываю такую контенту. Ну, значит, это любая нецелевая аудитория для них. Мы, когда делали мониторинг, вот почему хотим именно глызычный канал открыть. Очень популярны нестандартные темы. Есть канал, который зарабатывает чуть ли не сотки тысяч долларов. Там десять часов транслируется, как горит камень. Чувак, поставь камень. Основная аудитория Америка. Рожок камин. Сейчас Саша такая, а нахрен я пою? Я тоже задумываюсь. Что я делаю не так в этой жизни? Мы тоже задумаемся об этом. 50, 40, 100 тысяч долларов наносит монетизация этот канал. Потому что у него просто миллион. Его просто включают фоном, как... Один диджекамин? Вот там утром всталит камеру, загружает дрова. Видимо, периодически там подкидывает. Там же десять часов, это горит на одном. Это же красиво, оно там шкварчит, это все дело. Да, это шкварчит, это вот огонем живое. А может как медитацию такую? Да, да. Нейтральное что-то фоновое работает и классно. Ну, я предполагаю, что может быть где-то это включать в каких-то торговых центрах или СПА-центрах, да, где вот такой должен быть релакс. То есть ты сидишь в челаусе, показываешь процедуру, и там никакого звука нет? Нет, звук дождя на заднем поле, звук леса, звук реки. Никто не комментирует, никто не озвучивает. Да-да, мир это очень странная штука. А еще очень много именно в англоязычном ютубе, но это понятно, мне кажется, почему мы делали такие ролики, когда что-то делают своими руками в автомобиле, что-то варят, что-то красят, меняют колеса, меняют какие-то запчасти. Так это моя тема. Это вот прям огромный сигнал. Да, я в автомобиле, это моя маленькая квартира. Ну, я часто, да, в машине там могу. У меня даже дочка, допустим, мы торгаемся в сад, она завтрак, то есть я омлетом вываливаю в чашку, и все, она есть у меня в машине. Вот это вот, да, огромный пласт, люди что-то делают с этим мобилем. Чинят, красят, разбирают, собирают, меняют. Эти каналы тоже мне нравятся минимумы просмотров, там, рекламодатели, чтобы попасть в рекламу на этот канал, им дадить ютуб огромные деньги. Вау. Мы все что-то делаем немножечко не то. Ну, у людей разные интересы. А вот нигде там ничего подтекает, там что-то затекать не может. Вот я все собираю вот здесь, но некоторые вытекли, потому что угол был очень комфортный. Я имею в виду, что там какая-то полость не образовывается. Нет, там все прилегает. Вот у нас в комментариях есть девочка Лика, которая смотрит эти видео с камином каждый день. Да? Она включает на ютубе канал с камином, сидит и читает. Вот куда берутся просмотры. Вот они где все. Блин, а вот рекламодателю интересно не понимать, что просмотры не очень эффективны с этого канала. Ален, если они берут рекламу, наверное, все-таки, когда ты каждый раз слышишь перед роликом какую-то рекламу, какой-то там доставки еды или какого-то такси, и потом неосознанно заказываешь именно там и заказываешь именно это такси. Ну да, вот видишь постоянно Яндекс.Еда, там Яндекс.Еда, допустим, когда станет вопрос доставки, ты такой понимаешь, о, есть же Яндекс.Еда. Есть какие-то сервисы в Америке, которые прям популярны стали вот именно в карантине, ну, онлайнские такие? Я ведь карантин была в России. А, да? Я в Америке не была уже два чем-то года. А, это вы только сейчас полетите, да? Да. И то я лечу, потому что нужно УМИ паспорт продлить. А вот если выбирать Россию или Америка? Ну, невозможно их сравнить, если честно. Я, на самом деле, не считаю, что в Америке все намного лучше, чем, я говорю, в Америке хорошо тем, кто, ну, не знаю, мошенникам тоже. Ну, каким-то, нет, но людям, которые, допустим, я не знаю, вам, да, предложить что-то, чего-то мало, да, это классно. Какой-то, какие-то люди, у которых есть какая-то идея там, да, и да, это здорово. Ну, а что там мало? Хотя, вот смотри, вот ты говоришь, что это американские производители. Да. Я, мне кажется, обойду вот просто там, не знаю, все побережье Майами. Я сомневаюсь, что я найду, что кто-то на этих ногтях. Я подписана на огромное количество мастеров, которые, ну, там, американских, которые работают на этих материалах. Да. Ну, я, как бы, я очень долго, да, я очень долго за ними, за ними следила, как бы, еще изучала, как у них это все устроено. Ну, то есть я не просто такая, ой, пойду, закажу, нет. У меня девушка одна из Белоруссии, то есть я к ней, помню, приходила, она еще только начинала, что мы там сняли с квартиру где-то в, в этом, в Северном Голливуде, что-то такое, там, ну, очень скромно. Северный Голливуд это плохое, это плохое, нехорошее. Слово Голливуд здесь не работает, да? Да, Голливуд вообще не главное, но Уэст Голливуд тоже такой очень экстричный район, точно так. Вот, и она еще, да. Ну, вообще, там большую территорию? Лос-Анджелес? Да. Ну, там просто как Лос-Анджелес, как бы, county, да, то есть, а там разные города. Я бы летел в другой город уже, там, я не знаю. Ну, грубо говоря, от начала до конца на машине сколько будет ехать? Смотря куда, можно уехать там полтора часа, ты уедешь в Инсино. Это тоже считается. Ну, это как бы, это уже, это уже, это, да, это как county, как переводится, область, типа, это Лос-Анджелес, такая большая область, и, а можно уехать там из войск Голливуда проехать пять минут, а оказаться в другой город. Ну, то есть. Административное отделение. Да. И там уже будет другой индекс. Так, все, можно красить. Да. Так, теперь блестки. Золото, серебро, розовое, золото. Какие-то есть предпочтения? Ну, не знаю, ну, посмотрите конкретно, а мы покрывать же чем-то будем, да? Да, мы сейчас будем их, конечно. А есть пленочка какая-нибудь, вот такие как битая стекла, по-моему, называется, техника такая? Есть потали, юки, это похожие штуки. Мне нужно видеть, я вообще ничего не соображаю, я такой вот. Сейчас, Антон, достань. Я хотела сделать просто, чтобы они были, ну, не в один, чтобы они все были всякие разные, но в одном цвет, ну, цветовой гамме, так скажем. Да, да, да. Что-то будет блестеть, что-то будет просто цвета нют. Угу. Вот, как-то только я планировала сделать. Ну, давай. Ну, это точно будет красиво. Ну, общая такая, как бы нют переливающая. Да, да, да. Это, конечно, самый унижсальный. Что-то в этом диапазоне я хотела сделать. Мы про красители не поговорили, рассказывали. Какая память? Я пользуюсь американскими красителями, и купить их могу только в России. Я привозила в Америку альтерна кедра. Ой, а не альтерна кедра. Угу. Это такая пудра, пасту они сделали, уже перемешанная с маслом, как-то это все работает. Короче, это более щадящая для волос. И я из России привожу американскую пасту. Я не могу в Америке купить нигде. Прикол. Красители кедра. Нигде. Производство Америка. Салоны, салонов нет, которые работают на кедре. Нет, они все работают на этом лореале. В Америке. Да. И вообще краситься, я в Америке научилась сама красить свои корни. Потому что ты, не понимаешь, ногти там сделал, но они отрасли. А волосы отвалятся, понимаешь? А волосы отвалиться могут. Ты происходила мне в Америке. Ну, поэтому у тебя сестра колорист? Это да. Это факт. Это очень удобно. Она не делает такое же вот. Что? Ну, вот, не знаю. Ногти? В Москву, да. А, ну, если что надо, я могу привезти. Но это проблема в плане того, что у меня там можно все это сложить, а колористу фиг сложишь все его. 50 бутылочек. Мои бутылочки намного меньше. Ну да, да, да. Они же там замешаны туда-сюда. Но если вдруг, когда-нибудь вы будете в Казани, то все можно в Казани? Нет, это час на самолете лететь. Или полтора, да. Ну, там со всеми. Значит, на машине где-то часов двадцать, да? Двенадцать. Ну, мы в ночь приезжали. То есть, с Казани приезжали вечером, потом вылезли. Ну, вообще ничто. Конечно. Я тут в августе, мы на машине поехали в Крым. Ну, вы два дня ехали. Да. Мы ездили здесь, мне этим летом тоже на два месяца. Из Казани ездил в Волгоград, в Волгограде Лапчуру. А из Волгограда уже добиваем прямо давно обратно. Да, ну так комфортнее, если честно, с двумя остановками. Мы туда ехали два дня, а обратно три. Ну, я была в полном восторге, во-первых, иметь машину в Крыму. Да, это очень круто. И там не арендуешь машину. Ты не пригадал. Ты захотел, поехал. И мы отдохнули так, как никогда. То есть, в Крыму я до этого была, так скажем, очень рафинированная. То есть, там отель, какая-то запланированная программа. И всё. То есть, тебя там вывозят, привозят. А тут ты просто едешь, видишь, мы отыскали какой-то потрясающий пляж. Который был, ну, там, без туристов. Да, я отдыхал на таком пляже. Мы приехали специально. Один ты на нём отдыхал? Я один на нём отдыхал, да. Ну, Анапу, вы, наверное, знаете. Да, ну да. Вот. Недалеко от Анапы, 13 километров, есть станица Благовещенская. Это даже не деревня, это станица. Мы снимали там. Там вообще конец географии. Там никого нет. Вот это наш домик, который мы снимали. Там 900 метров, и мы на пляже. То есть, ходили мы пешком. Угу. И, буквально, ты отходишь там полтора-два километра в сторону, и народу просто нет. Там такая дикая коса, пляж абсолютно пустой. Угу. Абсолютно чистый. Ну, только там коряги иногда прибивают к берегу. Загораешь один. Ну, кто тебе не мешает, никаких туристов. Круто. Это где это такое? А это вот как раз между Благовещенском и Витязевом есть 13 километров. Так, это сушеная лампа пока. Нет-нет, это половина ногтя. Там был градиент. Иногда, конечно, люди приезжают с палатками на несколько дней. Ну, ты можешь отдойти тогда чуть-чуть ещё дальше, и они тебе не будут мешать, и ты им не будешь мешать. То есть, дикие места ещё есть. Да. А мы ездили между Ялтой и Форосом. Там тоже классный пляж. Да и отели появились очень хорошие. Ну, люди стали вкладывать деньги развивать. Ну, конечно, когда всех закрыли, тут деваться некуда. Но, если честно, может быть, так бы не пришла в голову поехать там, да, на отдых в Крым. Ну, это потрясающе красиво. Я, правда, думаю, что он мне чуть не хуже, чем, там, Испания, Италия, абсолютно. Вот, честно, я... Ну, да, там, как бы, берег камешками, а не песком. Ну, и что? Мосточек сделал, улыбнул, и пожалуйста. Да, можно и с камешками зайти. Да, сейчас там может появиться такие резиновые шлепочки, чтобы немножко не повесить. Так, сейчас на нескольких пальцах мы сделаем переход из розового золота в лимонное. А, чуть-чуть поближе просят сделать. Ну, да, ну ты можешь это контролировать? Могу. Я же стараюсь еще быстрее успеть, чтобы не задерживать, Саша. Хорошо. Большой пальчик. Ничего страшного, я, на самом деле, освободила времени. Ну, я знаю, что мы не думала, что мы так быстро сделаем. Мне, на самом деле, очень хочется задерживать, чтобы там никакие планы не порушились и так далее. Вот, а сейчас на кончике они будут совсем другого цвета. Сейчас покажу. Открывайся. А, золотой я не знаю. Да, мне нравится, когда переход. Прям люблю эти притиенты. Ну, он такой не очень явный будет. Ну, конечно, мы с вами знаем, это достаточно. Все еще его растяну. Он будет плавненько. Вот эти материалы, например, на которых мы сейчас работаем. Ну, люксин, наверное, вы знаете. Тут в Москве много кто их использует. Они вообще кто-нибудь? Канады. Ну, я уверена, что их тоже где-нибудь в этом в Китае размешивают. А нам говорят, что Канада. Ну, это очень красивые блестки. Одни из самых таких прям. И это люксио? Это еще какой-то... Люксио акцент. У них есть линейка гелей для моделирования. Вот это вот гелия. А есть люксио вот такие вот баночки. То есть, ну, ты сейчас используешь это как цвет? Как цветник, да. Их можно использовать так. Вот видите, у нас получился такой переход прикольный. Из одного цвета золота другое. То есть, особо не видно, но мы с вами знаем. Но это всегда прикольненько. Все, я эту ручку сушу. Это у нас такие три пальца будут. Еще что у тебя в планах? Нельзя. А остальные? Мне, кстати, вот эти вот юки. Нет, нет, нет. Вот эти перламутровые, да. Да, их я тоже хочу использовать. Их мы немножко по-другому сделаем. А может быть покрыть каким-то лаком таким прям коричнево-телесным? А мы на нем... Он... Да, да, да. Мы именно так и сделаем. Я соображаю немножко. Конечно. Я даже не сомневалась. Все. Пока все просушиваем. Обе ручки блестки чуть-чуть подольше сохнут. Все. Эту фигню убираем. Про планы. Вы рассказывали, что записывается сейчас новый альбом? Музыка записывается постоянно. Сейчас я буду работать с очень классным продюсером. Мы сейчас будем записывать англоязычный трек. Но я его написала уже давно. И мальчик прям такой... Делал... Делает релизы в Европе с диджейми большими. Очень талантливый парень. Так, не нажать еще раз, да? Можно просто достать. И опять. Вот такой, как цвет. Красивый очень цвет. Сейчас мы его сделаем. Благо я сюда приезжаю. Тут есть все цвета. Мне не нужно их с собой тащить. Это очень-очень удобно. Я только что-то вот по минимуму беру по дизайну. Вообще красота. Но мы все-таки думаем над отдельной базой в Москве. Ну, как будто маленькое место. Мне кажется, это вообще легко организовать. Стол тогда... Вот, пожалуйста, я сюда приезжаю. У меня есть знакомая. У меня тут небольшая студия. Студия. И я могу здесь обосноваться. Но... Как бы все равно я бы хотела вообще прям скинуть где-то вещи, чтобы они там лежали. Чтобы не возить на ней штативы и все. Ну, техническую начинку. Ты как я. У меня там, да. Комплект в Америке. Комплект здесь. Всего. Ну, вот. Крусители, фены там. Вот это все. То, что задолбаешься это возить. Это же чемоданом сколько особо надо. Так. Вот. Интересно. Так тоненькой кисточкой, да, возле кутикулы. Первый раз такое. В России же красит все прям. Встык, впритык, чтобы все было чики-пуки просто. Это же русские. Да, кстати. Это, это, да. Там прям вот. Там нет. У китайцев можно так. Там вообще за километр. Они так вот закрашивают кутикулу. Да. Поправьте, пожалуйста. Еще они все поголовно ногтем поправляют. А, типа вот это вот, да, начинают делаться? Да. Ну, пожалуйста, не делайте этого. Вот специально есть палочка. Если где-то что-то там вот затекло, делается палочка. В общем, люди должны знать, что в Америке в китайский салон идти это... Ребята, кто нас слушает, у них не ходит. Я в китайский салон. Вообще это, да. Это небезопасный лентард. А вот дип-системы вы не пробовали? Нет, это как? Пудровые такие. Ну, когда тебе специально жидкостью ноготь красить, ты макают в баночку с пудрой. Ну, это как акриловые, да? Нет, это немножко другое. Там другой состав у этих пудр. Они мини-пластичные, по-моему, да? Да, они очень жесткие, эти системы. Вот. И это у меня откалывается. Да, потому что ноготь мягкий. Вот если, например, на коже гель капнуть, она же вот, получается, у нас двигается, она эластична, и гель пленкой в итоге вот так вот сойдет. И ногти, когда слишком мягкие, поэтому с него и отходят. То есть мы что-то делаем, вот у нас ногти шевелятся, взаимодействуют, и они отходят, когда вот такой мягкий ноготь. Прикол, вот конкретно вот этого покрытия, да, вот это вот, ну, extended gel, она называется. Это обычная база, грубо говоря, по-нашему, по-русски. Она очень эластичная, имеет высокую сцепку, и она кислотная, что является достаточно опасным. Но американцы кто? Они ленивые, поэтому они сделали все, чтобы это держалось вообще в смерти. Это хрен задерешь. То есть это очень прочный такой материал. Кислотная база считается плохо. А, это неплохо. Дело в том, что их неправильно используют. Вот эти горы материалы, когда наваливают, там, когда много гелем, в процессе полимеризации тепло выделяет. Ну, это молекулы разгоняются, все это греется, и получается ожог ногтевых пластин, и ногти потом отходят. Это все приходится снимать, ну там вообще капец, что будет. И потом лампы, да. Вот это вот стандартная, самая обычная китайская лампа санвана, она называется. У нее 48 ватт. А сейчас что? Они, блин, 72 придумали. 48 и 72. Это перебор. То есть здесь лепуха, тут борщ, и все вместе дает просто ожог. Вот в этом опасность кислотных баз. Слишком мощно, наоборот, это желательно ниже. Сейчас же все пытаются, чтобы лучше, 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 но не всегда как там, лучший враг хорошего. Или что-то такое. Здравствуйте, здрасте. Здравствуйте. Привет из Норвегии, вам привет. О, отлично. Кстати, люблю такие всякие экзотические страны. Это давно Норвегия экзотика. Ну, в прямом эфире Норвегия еще не разговаривает. Лапку, слушаем. Очень красивый оттенок, да? Такой прям нейтральный. Понимаешь, что наши отечественники... Они везде. Они везде. Они везде. Его токио, когда первый раз написал. Евреи практически. Да, да. Просачиваются везде. Причем, в тот приезд было очень много с Великобритании. У них там тоже всякие вот эти вот графства. Рокошельска там. Слушная лапка. То есть можно подписчикам посоветовать посмотреть вот этот... Я знаю, вы, наверное, видели Hollywood Hills, да, клип? Да. Да. Я его, кстати, срежиссировала тоже сама. Правильно? Я за него получила две награды. В Кейптауне за режиссера. И номинирован он был в Лос-Анджелесе на Cinema. А как они вот... Они сами выбирают, кого номинировать? Ты посылаешь... А, подаешь заявку, да? Да, подаешь заявку на участие. Да, да. В общем, нам надо тоже везде все подавать. Ну вот эти же мне просто сказали, что я номинирована, и все. Неожиданно. У нас тоже тут свой Оскар есть. Да. Есть выставка, она называется Интершарм. Это выставка. Да, это я помню еще и выставка. Ну вот, короче, я номинирована как инфлюенсер в нейл-индустрии. В нейр-шарм я уже в топ-5. Я сейчас очень активно как бы прошу всех подписчиков, чтобы голосовали, потому что я хочу эту премию взять. Там подписчики, голосуйте, голосуйте. Там самый прикол в топ-5. Не пишут, кто на первом, втором, третьем месте. Закрывают количество голосов. В шестое место видно количество голосов. А вот в топ-5, ну, как бы, чтобы была интрига до самого конца. Ну, я к чему? Они вот меня не спрашивали, хочу я быть номинированной или нет. Мне просто сказали, ты номинированная, смотрю, я уже там в топ. Я бы, слушайте, если у вас аудитория... Да, там было фрешно голосовать. Им, как бы, да, им сейчас в принципе... Ну, что такое вообще голосование, да? Либо это какая-то кучка людей решает, да? Там общая липа, что будет честно, это аудитория. Там много аудитории, да? Которая тебя поддерживает, тебя подписано смотрит. Это очень... А спрашивают Люксю, какой цвет? Ммм... Кремель. Да, если будет холодно, скажу. Вообще хорошо, что включила, спасибо, потому что мне кажется, что душновато. Я... это окошко открыла. Угу. А, ты окошко открыла? Спасибо. Ну, они голосуют хорошо, я думаю, что... Все будет чики-пуки. Так, большой пальчик. И сейчас вот на этот цвет уже, на эту основу мы выполним еще дизайн. Дополнительный. Мне очень нравится, что это быстро. Угу. Это вообще хорошо. Это вообще хорошо. Ну, вообще, на самом деле, вот я всегда удивляюсь вам. Ну, в смысле вам, кому? Звездам. То, что вы вообще не знаете, где нормальных мастеров взять. И вы больше всего от этого страдаете, на самом деле, потому что... Ну, я понимаю, что в вашем случае это плотные графики, да? Это там уважающийся мастер, так называемый, да, в нашей индустрии. Они все очень такие... Ой, я туда не поеду, я это делать не буду. Но они тоже звезды в своем роде. Звезды, да. Да, и когда мои видят там, в каких условиях мне приходится работать, они говорят, что там типа я себя не уважаю или что-то такое. Ну, я как бы делаю здесь неуважение. Я прекрасно понимаю, как сказать, аудиторию, на которую я замахнулась. Я понимаю ваши обстоятельства. То есть вот то, что вы смогли ко мне приехать, это капец какое счастье. То есть что это мне очень сильно повезло. И я должна просто биться вот в ноги, кланяться. Потому что мне не пришлось ехать там домой, раскладываться там. Потому что это настолько тяжело. Я как-то была у Маши Мариновской и делала ей педикюр у нее в гостиной. А у нее собака. Очень любвеобильная. Очень-очень любвеобильная. И она делала педикюр вместе со мной. То есть как я вообще попала по пальцу. Мы даже в эфир не смогли выйти. В итоге ничего не получилось из этого. Ну, контента не вышло. Потому что не было технической возможности. То есть не все такую возможность предоставляют, чтобы... Почему? В центр достаточно комфортно доехать. Ну, я когда в Москве. Ну, здесь очень даже. Ну, это вот хорошо. Не пьюсь в этих развязках. Ой, мы недавно ездили, да. Если ездим. И я езжу вот в навигатор. Я смотрю дорогу. Поверните налево. А там четыре поворота налево. Я хочу сказать, что... При том, что я очень опытный водитель. У нас развязки такие, что, в принципе, иногда ты не можешь даже соблюсти право дорожного движения, если даже ты их знаешь и очень хочешь их соблюсти. То есть у нас очень все интенсивно, да. Ну, мы недавно просто выехали на встречку в лоб к ментам. К гаишникам. Я не знаю, как мы это. Мы их даже не видели. Они нас потом остановили, начали на нас, типа, вы что делаете? А мы, я говорю, мы ехали, никому не мешали. И тут раз, и какой-то неправильный поворот. Ну, в итоге как-то отшутились. И я думала, что они нас все, они нас там прав лишат или что-нибудь такое. Потому что здесь очень такое движение, прям... Да. Намного проще. Спокойнее? Ну, у нас такое количество денег вложили в эти камеры. То есть штраф реально стал прям такой, ну, статьей расходов. Даже так? Ну, да. Послушаем. Ну, может быть... Ну, не знаю. Я, допустим, еду за рулем, я могу там говорить по телефону, просто о чем-то думать. То есть, ты же не можешь ехать и прям только о дороге думать, да? Тебе могут позвонить, тебе там, что угодно. По закону запрещено, да, по телефону? Ну, какая разница? Ты можешь повесить и погромко говорить, но все равно какая-то часть мозга у тебя уже думает о чем-то еще. То, что в Москве очень интенсивное движение, мне кажется, я не знаю, я нигде в мире такого, наверное, еще... В Америке в 100 раз. Все просто. Да, вообще неадекватно. Там нет, во-первых, таких широких... Нет, ну там, допустим, типа, как начнем как, но там все просто. Таких развязок, не знаю, ну там, в Китае есть. Ну, в Китае и у нас. И у нас, да. Иначе было где-то отличиться, отличились в развязках. Да. Дураки и дороги. И потом, допустим, за парковку заплатить там, не знаю, в том же Лос-Анджелесе. Хорошо сейчас стали... То есть там стоят вот эти метры, столбики, прям, ну, физические столбики. И хорошо, они несколько лет назад сделали карты. Ага. Потому что до этого нужно было вот... Монетки? Да. И вот ты... Причем, ну, пять лет назад еще такое было. То есть ты приезжаешь, у тебя нет монеток и ты просто как заводная по каким-то этим кафешкам. Пожалуйста, разменяйте, не нужно. Господи. Да. Сейчас они появились, слава Богу, вот эти, ну, карточкой. И то... Вот эти понравились, да? Или вот эти. Или вот эти. Ну, даже не знаю. Вот эти какие-то более желтенькие, зелененькие. Они под разным углом. Они вообще непонятного цвета. То есть они... Мне кажется, вот эти будут интересны. Вот эти универсальные просто. Потому что они, да, всех цветов сразу. Сейчас мы их тоже сделаем. Говно, не чихать. Говно, не чихать. Сейчас. Опасно. А-а, это что за такой материал? Это, что за такой материал? А, это что за такой материал? А-а, это называется, Хлопы и Юки. Ну, все выяснить, что ты японский Юка, это снег. И вот они похожи на хлопушки. они вот дают эффект битва стекла только без объема удобно очень обыграем все они прилипают на липкость от лака и получается таки надо от себя руку отвести посмотреть то есть они такие непонятные какие-то не нет мы специально делаем часть мне нужен там большой пальчик потому что мы это еще обыграем главное только тихонько я беру даже вот одно и вон их тут сколько много дима привет это вот первый наш наш дальнобойщик он теперь у нас везде он ехал мимо у него есть умение там куда-то мимо кота у меня все ролики не сюжетно я рассказываю историю клиента то есть я там почему с не это произошло что мы сделали чтобы там ну помочь исправить как-то ситуацию я сороку это прекрасно я сороку сороки это я вас понимаю так все главное сейчас ничего не трогаем потому что нам это надо перекрыть хорошо сделаем просто меня в планах еще доработать это сложно а еще что то конечно это не все это только подложка хорошо это фон для дизайна да это было дичью я стала одна из первых это дело то что у меня был момент когда просто не смог выбрать каким цветом покрытие ну вот все хотелось а руки только 2 на думаю ну и хрен с ним пусть будет 2 1 правая а другая левая и все и все стало нормально в моей жизни с тех пор то есть я просто ну то есть это возможность носить два маникюра а потом так стали делать клиенты ой я тоже хочу 2 и я хочу нужно перекрыть это чем перекроем базы хлопья вообще классно мне тоже не нравится на солнышке будет гореть просто на ура сейчас тонким слоем зафиксируем больше всего меня радует что это быстро и красиво но вот то что мы сейчас делаем это у нас в россии считается типично американским маникюром но почему-то в америке я вижу такие лопаты ногти я не знаю кто ты нас где-то обманывает просто я думаю я не знаю я же не была в америке там ну хорошо вот найди в америке какой-то специалисту в лос-анджелесе ладно я найду слушаем вот куда это не только nail art мне нужно чтобы вот они работали на этих материалов с этими типсами с этими и самое главное чтобы вот ну на машинке желательно что не убили этой машинкой а это уже это уже слишком завышен у кого-то запрос еще чтобы не убили нифига себе нужно немножко быть скромнее да либо то либо это согласно согласно да главное чтобы не китайский салон вот я даже в какой-то момент просто перестала делать маникюр так сушим вторую рачу то есть как-то отходил с натуральной ногтем как-то не знаю там под кутикулу подровняю потому что больше у тебя не то что релакс как будто какая-то сидит тебе я не знаю обезьянка там вот гонит она не уронит то что они ногтем это поправить что и бесполезно сколько раз тоже на рефлексе не надо ногтем не найти не тыкайте в меня бесполезно и почему она красит кутикуля а вот нормально что по кутикуле мышцы потом это уже вещи наклейки черненькие да хочу добавить что-нибудь черненького может быть какие-то или вот как веточки что-нибудь такое не только не не ведущийся на купол гунистичный геометрию тогда сделать можно да тогда феминизм права человека все подходит выделяющийся комментарий в ютубе кто там да это ютуб да мы на ютубе сидим а в инстаграме или нет 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 мы сейчас на ютубе сидим сушите я научусь с вами youtube вести легком я предлагаю поставить вот такие вот мазки какие-нибудь вот ну типа клякса вот такого плана штучки к символам я отношусь и так это какой-то прям знак sony смотрите да мне кажется мазюку просто у сонича слабосит такой я бы их расположил как-нибудь так ну художественные их раскидаю по-разному будет красиво черный вообще хорошо с ним выглядит мне нравится это цветовое решение делать сиди 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 разный каждого стрелочка окажется на скучно вот есть текст есть вот такая вот гене я просто не не лайк вот прикольно а вот мне нужно это все но это такой черный квадрат да получается серый есть но черный квадрат я бы на большое поставила если ставить а сюда вообще нормально будет кого-то еще черный квадрат мне кажется такой чуть-чуть а вот сюда если я сделал быть нормально ну такой я вообще вот всем вот этим каким-то графичным с посланием надписями уделяю вот поэтому я предлагаю делать какие-нибудь вот такие вот можно леопарда нарисовать нравится принт леопарда сейчас очень актуален ногтях нету добра нет стандарт а все понятно напоминает вот сейчас я немножко подумал да пожалуйста можно даже умножить ну это очень прикольно такой знаешь он какой-то совершенно не как бирочка такая вода как штампик какой-то мне очень нравится вот это а вот не знаю что что они этим хотели сказать что он просто включена или жена активно 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 включена так как я смотрю я смотрю даже как как я начала выбирать ты мне решила так нужно меньше выбора тоже сейчас это затянется нет нет я бы честное слово и ты прекрасно понимаю я знаю что я могу мы можем хотя просто завтра сидеть я бы еще вчера все отдала я сложил в этот пакетик да кто еще были но все сейчас я буду вот хочешь такой вот очень нежно женский формат ногтей чуть-чуть сделать более таким вот мы можем использовать надписи и стрелочки вместе ну потому что на одном ногте например надпись на другом что они вот это вот стрелочка да красивый вот такая вот такая прикольная да смотри дальше сам основной ноготь мне кажется если что-то такое серьезное такое яркое делать типа вот такого квадрата то это должен быть да конечно большой ну потому что даже если вот сейчас фотографируешь пальцы то на большом очень часто бывает дизайн ну либо мне кажется стран мы можем приклеить а потом отклеить в смысле с чем мы просто уберем если охота померить охота может делаем маленький небольшой квадрат большой много немало сюда да я попробуем еще просто его уберем еще липкий слой снимем что у нас клеилось хорошо вы можете показать варианта в комментариях проголосую тихо ли больше квадратик 21 можно испоганить на покрытие кстати больше всего народу собирается самый жир начинается афиливание еще в основном мастера смотрят потому что интересная техника красотой любите единственное что сейчас тут ничего не блестит потому что топа еще нет но уже пристреляться посмотреть можно сейчас я разглажу вот так покрутить повертеть мне вот нравится как черный смотрится на люди мне кажется это красиво ну конечно такой прям ну ну ты интересно достаточно просто надо на другие тоже добавить например на мизинчик мы можем какую-нибудь стрелочку вот ляпнуть но понять что блестящие мы трогать не будем потому что они это уже будет перегруза а вот этим можно да да прикольно этого щитра но больше квадратиков не нужно да или нужно вот такой один можно на покушку да ну конечно у нас на покушке вот на эту покушку можно я люблю покушку выделять покушку это это вот этот да так называем который так вот такой да какой-нибудь попробовать или маленький вот такой просто это написано что жизнь вот это да вот вот это это стильно сейчас очень актуальны ногти с какими-то вот надписями там геометрии вот это все причем вот я же здесь не только надпись есть вот такие вот допустим полосочные тоже даже честно нравится вот это больше но смотрится как татуировка уж мы все-таки небольшой а маленький легко вот этот мне кажется чуть-чуть он когда вкусно его ногти не совсем такие скажем большие нормальные ногти средние не хочет а это такие как мини какие татуировочки убираем ну да откуда-то прилипает сейчас если чё спилю просто если не смогу не смогу не дать куска не хватать с другой стороны его еще пока упать чтобы он такой конок грызу можно да можно туда зайти какую-то не знаю блёсточкой хорошо сделают ее можно сразу с каким-то клеевым покрытием не там клей конечно же есть вот это прям крутая стильный у меня самая большая ценительница дочка сразу разглядывать да вот допустим сейчас можно методу сейчас такой типа слова нет ни слова вот эту полосочку я хочу сейчас покажу мне нравится что она такая обгрызла мне кажется в этом что-то есть но Сейчас только что придумывали новый вид слайдера, ну как от себя, посмотрим, вот как будто бы что-то в этом есть, да, вот сейчас, вот сейчас уже адекватно смотрится, то есть мы снесли углы, надписи читаемые и добавили что-то, что-то там непонятно что, так, погнали дальше, еще на каком-нибудь пальце надо что-нибудь сделать, пусть будет, можно мизинцы, можно, там как раз и местечко есть, что-нибудь убавится, Вот есть вот такой квадратик еще, неровный, вот такой, как будто карандашиком начертили, вот этот, их тут два, просто есть такая полосочка, как зачеркнутая, это вот такая маленькая, совсем маленькая полосочка, вот эта может, очень большая для мизинца, вот эта тогда, вот поменьше малышка есть, а может быть это не он, может быть это ноу, да, кстати, вот если смотреть, они все туда, и сюда, ну видимо как придумаешь, так и будет, то есть это на усмотрение, если так вот повернул, он так повернул, нет какой стороны будем приклеивать а или этой ну что было как ко мне да вот этой стороны и может не симметрично вот в сторонку вот в сторонку где посередине вот этого пятна без блесток кстати это очень хорошенько легко на вот это да наклейку на столу можем мне кажется что все-таки учетом маленький квадратик сделать надо сейчас делаем вообще не вопрос он там есть часто тут он приклеим так сюда на прозрачном фоне или на черном прозрачный вот это же вот асимметрично где пятно без блесток вот сюда готова так куда-то до штучку убираем пальцы сюда маленький квадратик подойдет это же тонкие эти пленочки хорошо пристают конечно это насибирность покрытия не специально все дело чтобы отклеить держался хорошо а черненькая такого шанельки нет нет она у меня есть никому где у меня остальные наклейки нету я вчера еще с ним не нашла так большой пальчик большой послушаем нам нужно это нужно закупчивать пустой горит нет я не вижу потому что кто-то 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 вытащил горит каринте малышку больше не они нужны кстати вот есть квадратики и треугольнички вот такие вот типа как вот это кстати прикольный получили золото будет еще куча работать да да давай такое добирается куда не вреди о я хотела вот эти но тут подразильно крутой хорошо его тоже можно сделать так здесь золотые вот есть вот такие еще как треугольнички черный золотой более стандартный классный может быть вот это вот этот черный квадратик вот так вот тоже чуть осимметричен хорошо сейчас будет что это вот это да золото с черным где 500 вот кладку мне тоже вы чуть-чуть сторонку красивый получился вот эти там классный чем город можно творческий вопрос а можно создать наслоить вот так вот можно квадратик наверно чеку все на когда обсуждали с александр в тот раз обсуждали что новые песни хорошие новые песни почему-то пишутся всегда в состоянии депрессии или какого-то такого ну грустные почему а как же веселые хорошие песни явно не состояние депрессии так какой-то российский подход мне кажется да он в принципе же большей популярностью пользуются минорные гармонии и норме песни вот этот маленький дома клеем мне кажется что да если мы сейчас чего-то другого не а еще посмотрим и мы можем наклеить его а вот так вот два как раз да 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 вот здесь а золотой или вот такой золотой кружок вот такой который ариан и жена него сверху квадратик не на него а никогда на угол вот так вот чтобы вот этот квадратик или просто соединяйте рука рукам да это будет интересно а мне кажется прям еле-еле чтоб касались вот так можно так сейчас я под пример я сейчас все нестандартное обычно люблю но вот если золотой под него приклеить вот золотой квадратик сверху вот этот черный малюсенький вот есть побольше окошечко так сейчас найду не к черный квадрат с этим золотым будет очень хорошо смотреть либо с черным то есть два таких черных так они про интершарм люди пишут что у вас вот так вот красна что то что никто не может проголосовать и не разрешает фейсбук это придется роде молдова может быть несколько раз не дает несколько раз точно не дают там фиксируются поэтому а вот почему из молдова не дает проголосовать надо написать этим ребятам чего не то может как замечательно что придумали наклейки пишут вообще это раньше рисом мэри делали такой но мы рисуем сколько надо рисовать черный квадратика надпись на нем мы делали самые необычные дизайны всегда помогут а может такой прозрачный еще квадратик куда-то вот на вот этот уже вот сюда какой-нибудь да черный прозрачный вот он черный прозрачный или это уже ту мачку я можно примере вот можно вот так вот на на золотой чтобы он заходил чуть-чуть как-нибудь или вот так нет но нет сюда хочется говоришь антону клинику и пришла клетка на ногу ничего такого особенного делать не будем просто нарисуешь мне дед мороза на сноуборде тут еще был денек его помню очень хорошо так тут что-то может быть тогда добавить потому что как будто здесь что-то не вот он будет к вот прям на кончик если вы сделать вам будет красиво вот прям вот сюда вот давай минус гулять гулять что асимметричность фураева когда эти наклейки вообще появились это такой кайф стал сидишь вообще сколько хочешь лепишь единственное что много времени тратить на выбор потому что не знаешь что взять с такого изобилия такие какие-то футуристично ну уж придется сюда тоже ну как бы тоже муж кого-то кружок в черном кружок в черном все сделали кружка не сделаешься за люди ну что такой же вот такой кружок есть черный на кружок он такого не такой вот но там квадратик ну квадратик до кружочки вот такие есть но они больше овальны есть только взять такое и доработать его там треугольником или квадратом ну как бы соединить две наклейки одну другую просто вот это дублироваться вот этим в черном до который вот с этим что да я поняла не вопрос вообще я считаю что можно делать что хочешь вот что вставляют то дело то что наносить же это кому вам вам если нравится значит с этого момента это модно нет никакой моды мы носим то что у нас с это продать за то что может быть вот здесь тоже вот как на большом вот какой-то вот типа вот такой полосочке вот сюда вот на пустую часть чтобы продлить эту обыкновенные люди как ходят в америке ну какие плане как угодно как угодно то есть там нет такого что то ну вот и какие-то культуру сейчас преобладают и сказал там очень не не заморачиваются по этому поводу по крайней мере не корпоративная америка то есть не тени тех которым нужно ходить в офис до большой то есть все вообще как хоть в чем единственное что вот кстати они когда в смысле у них какая-то там они идут вечером ресторан девушки они прям вот одеваются то есть так платье да то есть у нас девушки могут выйти там брюках какой такой более и в европе тоже ну то есть это считается тоже женственно тоже красивая тоже сексе кто-то все равно девушку в платье все короткое платье танк это декольте там какой-то я сказал швинистский подход к этому ну потому что потому что это как-то ограничено чем именно платье почему только карман что-то у них единственная возможность просто куда-то хотя бы в таком виде сходить полосочка устраивает это да мне кажется напрямую дорогу доработаем что-то такое да но это такое даже как унисекс потому что вообще обычно эти наклейки я на мужской маникюр использую все мужское на на злодские сумки я люблю мужскую спортивную одежду не прям чему будут женщинами делают такую стильную одежду я удивляюсь почему все время женщина делают такую красивую яркую одежду ты приходишь мужской отдел там черное серое белое все смотришь на противоположную стену женский отдел кто-то кто-то одному удивляется кто-то другого не начало кстати мне кажется коллекции делают бренды прям такие мужские такие унисексом у adidas очень если не нам купила плащ adidas он чем размерный ряд 1 но явно он не женский размерный ряд но и не мужской то есть я беру n-ку я понимаю что это не мужская полноценная но это далеко не женская я спрашиваю что это нет ну это унисекс и размерный ряд унисекс жарим сушим сушим пока не утекло так здесь нам нужно покрыть большое остальное надо закрепить все это молодцы такие ну отлично я очень рада мне очень кстати некий ударежи прям перед ответами он все равно пошла сейчас и на проды подождала чуть-чуть что недели еще сказала когда большой как хорошо когда вы работаете вместе над одним делом это самый популярный комментарий в наш адрес типа классно что вы вместе все началось когда столом стал достаточно большой и появилась достаточно большая финансовая часть с деньгами две вещи дело зарабатывают рачу от середине умеют это вот считает что эти штуки себе это еще не мой конец уже налоговая там же как-то это все оптимизируется счет года я не хочу этим заниматься вот иди и ты закончил экономические пропасти вот ты вот иди вот и занимайся этим цехом правильно что-то зря что-ли учился на своем канале там закупки то есть раньше мы ездили там один раз неделю на достаточно было съездить купить на салон там чуть-чуть тряпочек чуть-чуть перчаток там чуть-чуть масочек новых привлака 4 а сейчас у нас закупки это прям мы звоним посыпщику говорим нам отгрузи полкомаза перчаток получается выгоднее иметь один большой салон обычно когда открывать сеть маленькие вот все так делают это очень неправильно мы все сосчитали ну то есть если ты открываешь сетку у тебя в каждой в каждом филиале админы стерилизационное оборудование это целая комната которую там стоит вся вот эта вот фигня ты обрабатываешь инструмент не медицинская не просто какой-то сухожарный шкаф у нас автоклав стоит вот как вот стоматологии же есть такие которые вот это даже характерно по пакетикам и такие пакетики это ну вот гинекологу прихожие там тоже такие же будут автоклав ну как бы он считается более таким престижным в этом плане вот на этом пока это все сушишь там ультразвук стоит вот эта упаковочная машинка дистиллятор который делает воду короче там очень целую историю сушим лапку штат администраторов на своя заточка мы это тоже поняли путем у нас есть человек который затачивает инструменты 40 тысяч месяц просто сливали на заточку к нам приходил мастер и дачи машин стументы проверял наши аппараты чистил ты вот это все проводит мы поняли что это огромная сумма денег проще взять обучить человека который будет у нас штате и он будет этим всем заниматься и плюс мы еще точим сейчас другим учимся и казани теперь еще тоже дополнительно это это тоже просто родилось в процессе нашей органической эволюции ну и огромное спасибо родителям которые в данный момент вот сейчас сидят с детьми до какой-то момент мы поняли что для нас наилучший вариант это только частная школа в казани потому что во первых в обыкновенный контингент совершенно да немножко другой и во вторых частной школе совершенно а вообще я очень давно была последний раз в казани то есть а там никогда мне кажется я была везде и не один раз но это просто это приехала площадка и все узнал что я был в караганде и что это не мифический город а вы знаете город в россии тогда тогда я там нам же было добраться только на вездеходе маленький городского типа поселок то это город но вот от аэропорта зимой там только на вездеходе офигеть и что они вас везде на вездеходе до экстрим когда сейчас очень сильно она раньше была очень красивая сейчас прям . и раньше был очень красивый богатый город тоже мы видим на основном привыкли как будут национальности как сочетаются русских много но мы русские мы очень сильно русские нет я понимаю 50 дам у нас татары красят яйца на пасху мы на их там татарские праздники тоже делаем надо русские едят баранов которые они нормально выживаются ни каких-то нет ну как бы вот самостоятельно придание от советского союза самого начала как-то было поставлено так и потом руководство которое было в республике на протяжении этого времени а вот этот момент наоборот старалась расти нежели какую-то наоборот стенку поставить потому что бывает же такие публики где начинает как кого-то жестко щемить до нас например в школах есть естественно татарский язык то есть русский татарский английский стандарт вот и у нас до группы делятся на русские и на татарские у детей то есть есть те которые с как с уклоном татарский до изучают например они на нем думают и разговаривают и есть эти которые не доделаны татары и очень часто такое встречается что татары не знают татарский и очень сложно договориться чтобы тебя запихнули в русскую группу когда ты какой-нибудь там ну это татарское им фамилию отчество у меня просто подружка татарка по документам ну на этом все то есть татарский она не знаю лучше чем она потому что она вообще не бельмесова нифига просто даже не рядышком такое тоже случается то есть у нас ну по-русски естественно разгарь то есть на татарском этого не просто есть это же давно продолжается а есть миксованные люди смешанные братья сила парнет обычно есть очень красивый который получается видимо была и мама красивая очень красивый смешалось красиво а бывает что краски не очень подошли друг друга и но вообще обычно миксованные как-то так у меня все просто пищат от моей дочки нет миксованные вот эти латино как они как называется латиноамериканцы или афроамериканцы и что-то такое это ладно это одно там цвет кожи а татары это просто татары ну как бы там только за чуть-чуть уже и все это тоже по темнее кожа широкий скулы вообще они русы с голубыми булгур это кстати оттуда а это крупа большой они совершенно другие и когда приходила катаром-ангольская лига они говорят не не менее вы не с нами вы вот сидите с теми русскими вывод светлые с голубыми глазами идите туда то есть там тоже много всего намешано у нас вообще очень много рядом республик у нас есть удмурты у нас есть марийцы в море вроде бы мне перкидывать не спор еще язычество там деревняк поедал и идут там кассия же это тоже где-то не совсем нет это уже это давно как интересно сейчас вообще принципе такой русско-азиатский тип лица очень в моде сейчас мне кажется вот дальше будем двигаться и же определенный там дом на сейчас от миксованные люди будут очень востребованы по крайней фэшн индустрии то все рядом две ручки с восточной внешностью как показывают тренды они сейчас хотят быть выше более девушки но у нас корейцы хотят быть как европейцы европейцы хотят быть как корейцы это замкнутый круг по моему то еще же вообще этот корейская культура она очень так активно и и прям все поддерживают и всякое такое те свои очень пытаются быть похожи на европейцев да то есть европейские теплица там себе выправляют все что можно не что все в пластике ног до головы там они но глаза там все переделают это вот все там мне кажется все друг на друга хотят быть похожими все два больших сушим чуть-чуть еще осталось по мелочи только подпилим и все готовы труду я пора не сколько мы просидели когда мы начали так мы чем мы позже до начали чем 2 эфир идет 106 минут это получается у меня нет я сижу вообще отдыхать чудесно лапки мне сейчас я торцы подровняю красиво очень получилось в любой непонятной ситуации пилим торцы частью почистить изнутри хотел покрытие знакомые родные сестры одна похожа на монголку 2 похожа на русскую ну да этот татар татаром рознь конечно знать где-то в роду были наверное русские жарка даже замесилась у меня . кстати тоже она вот на мулатку не совсем похожа на есть фотка и в инстаграме да она похожа на арабку еврейку армянку грузинка на всех на всех до на мексиканку и на то есть он как сфотографировать так и сейчас покажу кратки переворачиваем сейчас изнутри еще марафет наведу ну да конечно ну как бы видно что угодно можно да конечно если эта девочка закричит в аэропорту так сейчас еще чуть-чуть покрасим чтобы изнутри было прилично это вот так поворачивать получается этой техники нет вот этих наплывов внизу которые достаточно тонкие формы надо тоже время там чуть-чуть при отрастании все равно будет такая штучка как ступенька потому что ног то мы же их устанавливаем прямо эти типсы а ногти некоторые растут чуть вниз там до бывает такой стороны так вверх ногами засовываем в лампу вот тогда чуть-чуть это подвину то есть все равно ступенька какая-то может быть но она не критичная на мой взгляд все равно техника очень удачная быстро главное что нам и надо минусы безусловно есть то есть например на такие ногти не выполняется коррекция то есть но их придется снимать то есть полностью убрать и делать заново кстати в моем случае я все равно всегда так иначе меня получается снимают ногти полностью вот я хочу очень посмотреть сколько конкретно на вас именно эти ногти будут носить а вдруг а вдруг получится ну недели две это успех или нет до недели все держится у меня да то есть они начинают уже неделя наверно к четверти в этом если я как сильно очень треснул там начнет может это как-то отколупываться кто же вверх ногами но я просто хочу есть той стороны покрасить чтобы они были симпатичны потому что там пыль да всякое такое здесь вот надо так в ту сторону пройтись попробовать цена и на следующий какой-то ехо-сторон так мы делаем но смысле лоботен то давно придумали мы уже туда что только не накатывали на ту сторону там можно покрасить я и блестки туда делается там даже страза под ногти клеили все уже придумано за вас все уже сделано на очень длинных ногтях вообще классно ой ну че только не творили мы кому первым граники до гонзиковым и делали так она работает кальянщицей это вообще прикол и очень удобно что-то там замерять этими длинными ногтями для меня такое приносит постоянно ногти ушатывает просто турбоган ну вот вообще просто полный трэш ну зато с ней всегда весело и она очень любит длинные ногти так синематографично чуть-чуть коленчица который меряет там табак своим ногтем это очень прикольно нас была девушка с огромнейшими ногтями которая работала на сквозь и она с такими ногтями умудрялась собирать вот эти вот большие тоже активные два больших закручивать два больших я говорю как бы там все не обошли я уже приноровилась так всяк вот на самом деле я очень люблю делать дизайны какие-то такие красивые ногти длинные но аудитория требует трэша потому есть желание сделать американский канал чтобы давать туда такой контент ну я прям много могу сделать классно но наши уже так скажем как это где модели брать то есть не все же люди хотят какой-то прям совсем ко мне они еще денег дадут они с удовольствием этом не стоит только выложить они набегут вообще табунами это вы не хотите ко мне они хотят там вас надо искать вылавливать вот это все но то что вы меня просто не знаете как мастера ко мне многие хотят делать разные экстремальные туда есть специальности где есть как у кого определенный дресс-код ну понятно все лапки достаем потому что в силу специфики и банковские работники допустим девочки они тоже говорят там на работе разрешают только либо нет либо красного все больше ничего не разрешает но иногда это лимонграсс приходит девочки говорят я работаю натуральные масла сделайте мне под брендированные ногти я вот по благотипу бренда мне нужно делать ногти и вот с удовольствием сейчас все вотрем но вообще вы как ну приезжайте же в москву конечно я каждые три недели каждые 3-4 недели я бываю москве потому что всех с кем я работаю да у них отрастают ногти и конечно красиво получилось вот эта рука вообще очень интересно это отружим это нам не нравится нет не себе пилу это не получилось снимаем мне очень нравится эти вот точки такие как микро микро программу это потом увлажненная кожа она выглядит более ухоженной также как кожа лица кожа рук и кутикулы не должна быть сухой так что покажем что ли чем это сделать один рука вторая рука тут просто градиент вот тут дизайн ну вот и все все мошок нам надо же ее показать не было да это было не так как они почему так в лесах тяжело так что так говорят конечно вот самый свет поставим все хорошо свет идеально я разбираюсь все эти все хорошо вот она любят смотри какие крутые минуты сделали быстро гениальная техника я теперь должна найти это в москве кто-то делать москве никто никто этого не делает одна меня хватило неров это все заказать я серьезно говорю но мы постараемся это сделать то есть мы сейчас ищем как это можно производить чтобы это привозили в россию красота ладно все всем большое спасибо кто нас смотрел все саша вот она есть она существует она довольно чему да чему я очень-очень сильно рада все всем спасибо всем пока я выключаю